Скрупулезно, технично, с использованием увеличительных приборов судебные эксперты работают над подчерковеческими экспертизами. Практика показывает, что в таком деле очень важны внимательность и сосредоточенность. Лишние штрихи, дополнительное закругление, уровень наклона букв – для результата каждый из этих этапов важен. Сегодня, проводя такого рода исследования, специалисты решают две принципиальные задачи. Устанавливают исполнителя рукописи, факты выполнения одним лицом ее фрагментов, либо определяют условия создания записи и состояние ее автора во время исполнения. Объектами судебной подчерковеческой экспертизы являются рукописи. Это рукописные тексты, краткие записи, цифровые и буквенные подписи. Подчерковеческая экспертиза востребована по следующей категории дел. Это имущественные споры, договоры дарения, наследство, бракоразводные дела, договоры купли-продажи недвижимости, долговые обязательства – это кредитные договоры, долговые расписки, споры о подлинности подписи в нотариальных документах, налоговые споры. Только за прошлый год в подразделениях Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области проведено более 230 подчерковеческих исследований. В нынешнем календарном году эта работа продолжается. Так, буквально недавно в поле зрения правоохранителей попала информация о фиктивном трудоустройстве сантехника в один из жилищных потребительских кооперативов города. В ходе проведения расследования сотрудники милиции приняли решение назначить судебную подчерковеческую экспертизу. В Брестском международном отделе Государственного комитета судебных экспертиз была назначена судебная подчерковеческая экспертиза. Судебные эксперты изучили подписи, предоставленные в табелях учета рабочего времени за последние несколько лет, а также провели сравнительное исследование с образцами подписи действующего председателя ЖПК. Согласно выводам судебной экспертизы, данные подписи выполнены одним и тем же лицом. И это только одна сторона того, что скрыта за таким понятием, как почерк. В психологии достоверно установлена его зависимость от эмоционального состояния и некоторых типологических свойств высшей нервной деятельности. Подпись или автограф немало говорит о переживаниях человека, а также о скромности и уверенности, об эмоциональности и сдержанности. Но самые первые и самые важные его детали закладываются еще в детстве. На этом этапе очень важно, чтобы рядом с ребенком был опытный взрослый, который направит и поможет. Мы работаем над тем, чтобы детям нравилось, чтобы им нравились их буковки, то, как они пишут. Вот, каждый раз говорим о том, что посмотри внимательно, какая буковка тебе понравилась больше всего. Это, я его называю метод зеленой ручки, это он придуман не мной, я его тоже встретила и мне очень понравился. Потому что там взрослые учат ребенка обращать внимание не на ошибки, которые справляются красной ручкой, а в противовес она названа, этот метод назван методом зеленой ручки, а учат концентрироваться, фиксироваться на том, что получилось, на победах. Наклон, нажим, расстановка слов и округлость букв – все это те закономерности, которые можно изучать и которыми можно характеризовать почерк, как некоторые социальные явления. Самое главное – это предмет уникальности, который порой может рассказать о его обладателе намного больше, чем мы думаем.